У Натус Винцера... Ой, 4 победы и 5 поражений у Ослика, и 6 побед, и 3 поражения у Нави. Ослики перевернули Алайнсов, если... Взяли вот так вот их просто... Вот посмотрим сейчас, если они еще и Нави перевернут. У-у-у, вот это будет поворот. У нас есть над кем посмеяться будет, если Ослики его перевернут. У нас тут буквально в 20 метров от нас сидит Александр. Да, Хвост сегодня пришел в арену поиграть, так что, если вы хотите увидеть Хвоста, у вас еще есть время, ближайшие... Прежде 3 часа он точно будет в киберарене, это однозначно. Слышь, не посадит Флая за 20 гривен играть вместо... Они рядом сидят. Ну, я и говорю. Да, ну, кстати, это возможно вполне, да. Шлайк, докатай, короче. Да, все нормально. Молчи в скайпе, скажи, микрофон сломался. Да-да-да. А Флайу закерит, ты че? Дорвется, пацан. Ладно, Клаквург вторым пиком для Ослики Гейминг, Бристлбека забирают Нави. Ну, Бристлбек сейчас вообще, по-моему, такой стал... Нави, мы вот вчера видели этого Бристлбека от Нави, и в будущей там, например, в хайлайтах, я уверен, он будет появляться, этот Бристлбек от Нави, который будет просто-напросто бегать, и убивать, и унижать, и казнить, и так далее. Так что это будет очень весело, это я вам гарантирую на 100%. Ворваться в наш элитный чатик. А, да-да-да, элитный чатик. Элитный чатик за 5 долларов в месяц. Да, и лобби называется Альянс Заритрай. Блин. Что вы за дубы такие? Какое? Вон, видишь. Так это не меняли. У нас же сегодня нет на руле, но сейчас мы... Альянс Заритрай я поставил, а вот видишь, а вот на Нави забыл изменить. Вот тут чатик поэлитнее, видишь? Так это в курсе. Я понял. Ну что? Альянс, так, мы меняем Альянс на... На Осликова, а Заритрай на Нави. У нас Пугна от Осликов, кстати, после визажа и Клакмерка. Тут же Луна от Нави, не особо парятся. Нави опять-таки берут, собственно, Луну для хвоста. Ну и посмотрим, что будет дальше. Дальше будет, я думаю, что-то. Ослики собираются и всему быстренько подпушить. Ну, может быть. Фуриона в бане нет. В теории может появиться еще Фурион. На стоп-бане есть Хускар, что очень важно. Да, Хускар сейчас. Хускар, Хускар, Хускар. Кстати, заметь, кто с Тендином играет за команду ОСГ. Для начала уже официально Инквизитор перешел в ОСГ. Да, Чирили из 4FC, из распавшейся команды 4FC. Чирили, собственно, играет с Тендином за команду Ослики Гейминг, из команды 4FC, которая уже, скажем так, не участвует в турнире. Точно так же, как и у нас товарищ Инквизитор из команды Аспера, которая тоже уже не участвует. Мы видим, дополнили состав Осликов. Ну и Чоми Биггнумстопа. Как ты думаешь, изменится ли название в ближайшее время Ослики Гейминг плюс Чирили? Опять-таки на 4FC, потому что это for friends and Чирили. А сейчас будет for you and... Нет, for Russians and Чирили будет. Или for Ukrainian and Чирили. Скорее всего, будет 4 осла и... 4 осла, да, 4 осла и Чирили на туре. For O and C на туре. For OC, класс. Сларк. Четвертым пиком. Ну и пак для дэнди. Ну и пак для дэнди. Но опять-таки, мы еще не видели нормальных, хорошо и правильно реализуемых Сларков в Starladderе. Лода. Два раза игров на Сларке и 2% вин. Так себе. Ну это Альянс, что ты хочешь? Я имею в виду... А, ты типа не считается. Я имею в виду, чтобы Сларк выиграл, типа, переворотную игру, да? Типа какую-то там... Ух ты. Ну, все понятно. То есть дефолтный абсолютно пик от Na'Vi. Просто мега-дефолтный пик от Na'Vi. Практически тем же они играли вчера, например. Ну, СМ-ка для... Лич для Сларк Бигнум в легкой, Чоми в миде пугная против Дэнди, Стомпа на визаже и Клакверком пойдет нас в Чирили в сложную катать у Ослик Гейминг. Ну, у Na'Vi все понятно, кто на ком и чем. Ну и давайте, давайте, давайте смотреть эту игру. Будем надеяться, что интересную игру. У нас нет сегодня аналитики, как таковой. Факер опять не будет не угадывать. Я фак... Спрашиваю, Факер, ты где, на работе? Я в Рид... Ну, я, мне это надо, я это... Я трубку положил, я понял, что пошел ты. Факер такой аналитик, не очень. Все, уволен. Вчера опять не угадал. Да это днарь вообще. О чем может быть речь? Факер и угадал. Как эти два слова вообще в одном предложении могут находиться? Знаешь, на самом деле таких людей тоже можно использовать в своих целях и... Думаю, послушай, что в Рид Факер сделай наоборот. Вот, берешь лотерейный билет, типа, говоришь Факеру, закрась пять. Да. Только карандашом, типа, чтобы стираешь, и знаешь, что эти номера точно не выпадут. Точно не выпадут, да. И уже шанс, уже шанс увеличивается. Да, все нормально. Так, ну что, по линии... По линиям мы абсолютно полностью, конечно же, угадали с Томпа. А нет, вы смотрите, Чирилли уходит в легкую линию, и это будет дабла снизу и дабла дало. Но это же полный бред отправлять Сларка в Треплу. Это полный бред. Это полнейший бред просто брать Сларка и отправлять в Мель... Слечом на съедение ЦМки, Луни и Энигми. Может, они думают, что... Они здесь получат... Лещей. Лещей. Я согласен. Ты... Я просто более политкоррект... Выразился. Да. Правильно, правильно. Крылья у Дандимона мы видим. Дженуиный Азербинкс. То их у меня было аж две штуки, и я одну впарил. Бесчестно. Ну, хоть... Не в лобе, как некоторые... Не, не в лобе. Я впарил в комьюнити-маркете, все честно. И бабки потратил на игры. Байкер Баус. В стиме. Клуговорот бабла в стиме, да, действительно. Почему бы и нет? Бабки со стима не уходят. Все отлично. Ладно, фаник в сложной, хвост снизу, бупи в лесу. Все дефолтно, бла-бла-бла. Нави, если гимминг, вторая игра дня. Три игры Нави подряд нас ждут. Да, у нас сегодня день новей и день динозавров. Да, и динозавры будут заканчивать против Осликова, опять-таки. Че, они? Ты смотри, как просто... Дяди сразу ему отгрыз пол хп. Ну, Лол, ну это идолоны, которые тоже потычки еще скинулись. То есть вы знаете, что идолоны по героям бьют довольно больно. И это такое. Скандинав с нами. 4,5 коэффициент на Осликов, 1,1 на Нави. Ну и очевидно, не очевидно, но опять-таки перед матчем с альянсами Осликов было точно такое же. Что им не помешало, собственно, взять. Коэффициенты вообще не мешают ребятам брать игры. Особенно тогда еще и помогают. Когда они очень большие. Может, они еще и ставят на себя и побеждают. Да, и мотивация увеличивается. Да, мотивация действительно увеличивается, если ты полтинничек на себя поставишь, по-моему. Слушай, это последний полтинничек в этом месяце. Да, да, это правильно, действительно правильно. Ну, в любом случае, бороться есть за что. Напомним, уже 122 тысячи долларов призовой фонд StarLadder. И все, он растет благодаря вам. Покупайте билеты в Dota.tv. Знаете, что вы получаете бандл вместе с сетом на Вивера, с бутл-бонусом. Также 2,5 доллара с каждой вашей покупки отправляются в призовой фонд StarLadder. У нас фанник терпит, постоянно кидает ему слоу. Мне вообще интересно... Да, у фанника здесь все отлично. Слушай, второй левел сейчас будет. То есть второй левел, скоро будет третий. И здесь у него будет все мега феноменально. Я говорю о том, что здесь как бы героев-то прокачивают, по-моему, не тех на топе на изилайне. Да, я не понимаю, я же говорю, это какой-то полный бред. Вот Клокер к снизу, это было бы ОК против Луны и ЦМки, а Сларк на топе. Ну, а здесь непонятное что-то решили придумать. Ослики, почему так, я не знаю. Возможно, опять-таки действительно расчет на то, что придется стоять против даблы, поэтому Бигнуму будет не очень опасно. И то, что он очень большие куски отгрызает. А вот Пупей берет хосту и начинает нарезать Инквизитора на хосте. Да, естественно, если мыли фейс. Но не стали смещаться тиммейты. Хост как стоял Крепов, так и бил. Ну что, понимаешь, он выбегал, там Сларк на него мог уже прямо вот так вот... Ой, иди сюда, братан. Сларк второго уровня. Вряд ли убивает Бупей, особенно без Дэдпакта. Не, ну как бы оно... Ну да, без Дэдпакта тяжеловато будет. Тут я с тобой абсолютно солидарен. Паник третий уровень. Второй кулспрей. Цемочка есть. Смотри, у хвоста проблемы огромные. И хвост здесь проседает. Хвост, 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 учителя проседает. Куроки Коба побегнул. И на разворотах он сейчас может убить Бигнума. Если будет Бим. Есть Бим, есть Бим. Второго уровня, оттычка. Ферзблат забирает лич. Ой-ой-ой-ой. А лечать сюда отпустят. 115 маны, может гнать, конечно, Куроки. Хватает на колбу. Хватает в колбу Инквизитора. И это минус от Куроку. Да, даблкил. Даблкил делает Куроку. Все отлично. Но Ферзблат остается за командой Лигг Гейминг. Не хватило просто четверть секунды. Самой-самой малости для того, чтобы, собственно, раньше сделать фраг ребятам из Na'Vi. Смотрите, Куроку тут просаживается. Есть баунс или что? А, тут на хвостах хорошо выманивал Куроки. И на развороте баунсом уходит. Но Куроки хорошо здесь выманивал. Ждал он прихода хвоста. Ну, вот, может быть, на это и был расчет у осликов, да? То есть, не дать хвосту формить и заставлять вот здесь постоянный экшен какой-то там делать и так далее. Вот, видим, криптать 7-1 на 7-7. То есть, ну, вот, в принципе, может быть, в чем-то они и правы. Ослики. На самом деле, сейчас ослики сильно просядут из-за того, что ЦМ получил четвертый уровень. Она еще и, кстати, не вкачала в двойку один из пылов. Да, ауру надо качать в двойку, братан. Я тоже думаю, что ауру и фанику там вообще вздохнется нормально. Фанику. По Энигме-то, как вздохнется, хвост ставит паузу. На бар. Пошел на бар. Нет, может быть, еду принесли. Нет, нет, он покушал уже. А, покушал уже? Угу. Я понял. Быстро он. Хвост, что он там, загреб просто в свое жерло и все? Просто, ой, нам хвост просто заказывал, так интересно. Мне, пожалуйста, чизбургер-меню и еще чизбургер. Два чизаи. Макдональд, его еще флай стоит, троллит, говорит, что ты так слабо. А еще чизбургер? В смысле, говорит, ну чизбургер-меню, чизбургер, еще чизбургер. Поскольку я не потянул. Нет, ну у нас просто тут чизбургеры немного не такие, как в Макдональдсе. Да, они такие. Разорви лицо, грубо говоря, его скушать за раз нельзя. Какие-то странные. Мне не нравится, если честно. Ну, в Маке, в них просто что-то подмешивают, я уверен. В чизбургеры? Да, конечно. Прыгни, толково. Прыгни сюда. Намерим в Маке, подверг. Прыгни, толково. Прыгни, толково. Продолжался, думал, надеяться, что человек, который этим занимается, перестанет этим заниматься, потому что я так понимаю, что это действительно что-то связано с какими-то там продумками плохих людей. Фаник, которому летит курица и несет, наверное, что-то полезное, несет она ему банку. Фанику надо быть здесь очень осторожным. Да, вот, да, уже у него, у него, у него, там, халки, у него началили по Тавару. Фаник, сейчас все будет замечательно. Здесь, в Тавару, Аркан Аура. Да, да, сейчас будет третье. Сейчас будет третье. Ну, правда, если в 3 качает его Куроки, вполне возможно, что он может и вкачать что-то другое. Ну, в принципе, Куроку такого дизебля, нет, он качается нового в этом уровне. Куроку, в принципе, был бы достаточно такого дизебля, который и есть. Не, ну, в принципе, да. Почему бы и нет, но мы не в 2, но он, в принципе, дамажик, кстати, на Бигнума, можно было сейчас напасть, если бы Хвост начал цеплять. Ну, хотя мы понимаем, что есть Баунс всегда отпрыгнет, а Принквизитор, наверное, не достать. Осторожно играет Ослики. Ну, им нужно сейчас осторожнить, когда 3 игрока на лайне, дизей было более чем достаточно, и, несмотря на то, что у него появился дарпак... Так, Дэнди, миди цепляет Чомми, ставит ультимейт, прыгает, не продамаживает его арбом, и ты смотри, Чомми-то здесь уйдет, скорее всего, да, спокойно, спокойно, пешком Чомми уходит, ошибся Дэнди, конечно, довольно серьезно тем, что не попал арбом, но в итоге фраг сделать не смог. Ну, а на весь снизу он подходит уже под Т1 Тавр, и довольно плотно его с их головными продамажек. Нормально, здесь можно и бимами шваркать, и к уроку. Ну, и мы видим, что Ослика влагает, я не знаю. 56. Сейчас вроде норм, но кто-то... Хвостута варенья, наверное, вообще-то ошибись. Нет, видишь, дроплан хвоста тоже живы из игры, и меня дроплан, так что... Кому-то надо отрезать, что-то. Да, какого-то надо бить вообще, я вот с радостью бы встретился с человеком, который бидоусил НГ долгое время, который нави подограшивает и так далее. Так, сейчас мы с ним, проблемы главные, и минусы к визитам точно. Цифрономия еще битнула, хорошо все делает, широкая, смотри, двое-то одного, и здесь курок курок выживет, выживет он, и спокойно здесь все разведет и убьет. Лоу, курок, на самом деле, стал уже очень толстым, он, по-моему, шестой уровень сейчас имеет, нет, почти шестой уровень, и сейчас Новый год появится. Я не ожидал, что у него стики еще есть, а стики очень здорово зарядились. Да, и бигнук, кстати, чуть не умер, здесь снова залетел от CM-очки второго левела, и понял бигнук, что очень невесело, и нави продолжает, кстати, давить линию, и сейчас куроке до конца и вынужден пауз. Смотри, Фаник с дабл дэмэджем, прессует стомп, у стомп огромные проблемы, зажался сам в углу, Фаник рассказ, но Фаник скорее всего погибнет. Спину, стики, банка. Ой, еле, Фаник, нет, супер банка, ну вот, 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 понимаешь, это, блин, тут бристлбэк, да, стикл у него не было, тут бристлбэк, который спиной разворачивается и идет, кстати, без гу, это еще все было без гу, было бы гу, вообще было бы веселее, ну, кстати, не, было бы гу, он бы умер, но была качаного. Ну, с дабл дэмэджем, бристлбэк опасная штука, на самом деле. Серьезно? Я только не понял, зачем стомп и себя решил зажать в углу. Ну, я просто думал, может быть, у него есть, ну, просто когда сюда идут, обычно вот здесь проедает дерево и пытается мансовать, ну, типа вот так вот, да, и там, что-то не может быть, там. Не такой толк, то есть это не луна, которая бим там ищет, куда бы дать, это товарищ бристлбэк, который плюет просто и плюет, да, то есть и не важно, там, прячешься ты от него, не прячешься в тени, это, в принципе, не столь важно. Ладно, в любом случае, 5-0 счёты, отличный начало от команды Найи, 46 на 25 у Дэнди крипстат, невероятный крипстат у Дэндика. 22 у Чоми, Дэнди тпшится на топ, сейчас будет вместе с Фаником придумать, наверное, фраг на топе, у Дэнди есть ультимейт, ну и проблемы огромные, сейчас ждут товарища Чирилли. И вот смотрим на Чирилли, Дэнди мэйт, на этом про Дэнди мы видим не рискует, Дэнди мэйт, на этом про Дэнди мы видим не рискует, и у Тэнди мэйт себя сживаем, что декасно перепрыгивать, ну и это килл для Дэнди, приближая себя потихонечку к даггеру, ну а Фаник уже седьмой уровень, четвёртый Клэлл Спрей, дамажить сейчас будет очень много, стомпа, если хотя бы разок в это дело попадёт. И да, печаль. Что приобрёл Фаник? Фаника есть Белтов Стрэндж и сразу же приобрёл Мэджик Вант. Да, решил всё-таки он понял, что-то натуре, я стики забыл, говорит, а ЦМ-ка такая милаха, смотри, няшка прям. Где? Ну да, но это же дефолтная ЦМ-очка, Курукаевская, правда мне больше нравится Икс Майковская. Не, она с усами. Ну так это крутая ЦМ-ка. Не люблю женщин с усами, по какой-то причине, не знаю. Здесь луна, Медленм, забирает Чоми, без тиммейта, просто через Бим. Ну и начинают, кстати, разгоняться, ребята, из нами, у вас тащи из 300 золота, перецепт уже приобрёл. И вот, я agree with you on the personal thing. I think it makes a lot more sense in the offlane. Actually, he's not even skilling it on level 8, he's taking. О том, что если преимущество есть, то Медасы можно, в принципе, брать, всё будет хорошо, но здесь, как бы, такая игра и такое преимущество. Фанника, притачили на хукшоте. Ну, это убьёт, точно. Опять. Никуда не деться. Было сейф ТП, но слишком долго летели, у Дэнди как раз откатился от Римскойл. Здесь три игрока, Дэнди увидел пугнозы и выедил тысячечку. Куракай, шестового уровня. Да, тут, кстати, самая сильная, чуть ли не самый сильный саппорт вообще на карте сейчас, понятное дело, ценка, хоть у неё и мы едим крипстат 8 на 4, но по левелу всё очень хорошо. У Куракай, восьмого уровня, выходит в мид на Инквизитора. Ай-яй-яй, не цепанул, не цепанул, хотел, но не дотянулся. Кстати, у Пупея есть уже деньги на Меку, сейчас он её себе купит, а всё более-менее ок. Здесь у Папи, вот она Мека, да, и ПТ у Фанника. Что, ещё одно ТП на топ, это делает Фанник, и, судя по всему, сейчас пойдут давить. А с топа-то все уже в своевременно ретировались. Фамильяры появляются, наконец-то, у... Учитывая, что стояли... Радианс Миддл Тауэр is under attack. Куроки дропнула. Да, мы постановим паузу. Пою же дивизию. Кто такой ненавистник? Ах, эээ... Да... Конечно, бывает такое. Наказать бы вас ногами-то по лицу, дорогие друзья. Эээ... Ну что? У нас там что-то... Ладно, это потом, в перерыве. Да, мы продолжаем, продолжаем смотреть за игрой. Реконектнулись у нас, мы видим, Синдерен, которого тоже дропала Хвост и Кура. Ну и Хвост, тем временем, видим, в лесу спокойненько дофармливает крипов. Ждёт свой Миддос, который ему сейчас с Мидд на Мидд и прилетит. Ну и сейчас, напомню, по-прежнему 7-2. 5 тысяч золота выигрывает по графикам Na'Vi сейчас уже и 4 тысячи по X-5. Для десятой минуты это очень большой результат. Ну и по-прежнему продолжает раскачиваться Bristol Back, который скоро станет огромнейшей проблемой для команды Ослигейминг. Ну и у Деника сейчас появится Даггер. А вот Тавр, если они сейчас с купеем в миде заберут, хотя, в принципе, здесь пугнут, здесь лич могут начать отбиваться Ослики. Ну вот мы видим, Чёрни выбегает и говорит, нет, не запушите вы Тавр. Ну, с этого захода не запушат. У Тавра всего 486 хп. Так, наверху забирают СМ-ку, Кроку. Убить было очень важно. Кстати, сейчас он очень большого уровня. Саппорты сейчас хапнули неплохо. Малифейс на стомпус, стомпус. И сейчас может Блэкхол быть. Сейчас может быть хороший очень Блэкхол, если бы Хвост. Хвост ультует и будет ли Блэкхол? Да, по Бигнуму Блэкхол, который в инвизе. Хвост ударился в Коке. С Бигнума скоро спадёт ультимейт. Вот он падает ультимейт с Бигнума, и у Хвоста Бима не будет. Это самое главное в этом моменте. В итоге размен получается 1 в 2, конечно, но могло быть всё намного-намного лучше. Лич погибает Медле. Дэнди его просто между первым и вторым Тавром достал. И тут вот Кабан, Кабан принул. Ташечку. Дэнди, неужели дождёт с Курьера? Лоу, первая тычка, вторая, погибает Курьер. Вот это жесть просто. И Дэнди просто покупает Даггер. Он забирает Лича. Блин, они же знали, что он там. Почему не отвезти? Вот просто, ну, вот, именно не хватило... Не хватило здесь мысли, да, вот этой самой... Ой-ой, Чоми без маны в миде, получает Сайлент. Там Дэнди, конечно, металлёт. Но он и убьёт всё равно. Ай, да нет, не убил. Далеко улетел. Есть ТП. Чоми, чем цепануть. Даггера нету? У Дэнди нету. Нету, только прилетит сейчас Даггер. Даггер скоро-скоро прилетит. Чоми пытается убежать. Фаник до конца за ним. Здесь может срезать кто-то из нами, но... Че, не срезать? Фаник застомпает. Дэнди побежал, побежал. Ты смотри, бешеный Дэнди. Не-не-не, ну Дэнди надо отсюда уходить. Да ладно, 15 пика, он её сдол. Чирилли тем временем зажали. Там чайник отлича. Бигку прыгал. Дэнди должен прыгать туда, праздновать ценность. Но Дэнди прыгает на Инвизитора. Инвизитора он убивает. Улетает отсюда. Хвод Бимом забирает у нас Чирилли. Ну и проблемы огромные у Биггума. Получил он Гу. И просто 4 Граганави его здесь пилят. Пилят. Убивают. Да, это 1 в 3 опять-таки забрали курок. У куроку все так очень хорошо начиналось, но потом началась какая-то поплава. Убивают. Они написали, что на нашем канале в Дота 2 ТВ слышно кого-то американца. Такое может быть? Да ладно. Возможно, это дизинфа. Дорогие друзья в чатике, пожалуйста, кто смотрит. Если нет, бывают такие иногда глюки. Если такое бывает, просто перезайдите. Просто делайте дисконнект в игру и реконнект, и оно исправится. Такое бывает иногда, что после того, как реконнектуюсь я, оно просто меня дропало тоже из игры. Так Инвизитора цепляет возле вышки прям. И Дэнди забирает. Забирает возле Т3 без особых проблем. Это же 4-4. И скорее всего это будет догон. Достаточно ранее. Догон, 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 догон. Тут у Лисман уже есть, ему остаются буквально 4 сотни. Сразу. Сразу догон 5? Сразу догон 5. Да ладно. Это просто надо, ну, не покупать первое, второе. Просто сразу купить пятый, чтобы враг был удивлен. И просто прикинь, пуг на 680 хп, которая прячется в дикрепи фай. И такая, хе-хе-хе, теперь меня Дэнди не убьет. Ты так. Помнишь, когда-то было в, не знаю, помнишь ли ты в КВ. А Дэнди прыгает. Сайлент инквизитора просто следует. Ты думаешь, что ты сможешь в кухне? Погнали в мире сейчас. Это не важно для меня. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Так у меня почему-то не ставится. То есть, когда я сижу на комментаторском слоте. Ну, вообще, типа, я знаю, что комментаторы могут ставить паузу, потому что кореяки в начале сезона постоянно меня аннигилировали этим. Не могут, я знаю, ну, Матрикс на Интернешнле паузу ставил. Если что. Пацаны, я покурить. Его до сих пор помнят, да, за это. Ладно, будем надеяться, что прекратятся у нас вот эти вот движла, собственно, с дропами и доделосами. Фаник, Дэнди ворвался, Дримского по двоим, Чоми огромные проблемы. Ну, и переворачивает на ботами за одну секунду здесь Фаник в Дэнди. Ну, это Дэнди со злостью за дроп, за последний мега килл. Да-да-да, перешел, собственно, за своим даггером. За даггером, извините, за догоном, да, Дэнди. Злой-то какой. Ну, а Пупей, тем временем, начинает собирать, так же, как это было вчера в матчах, начинает собирать Хиксулю. Есть... Вот, прожал ультимейт. Это, кстати, что это было? Где, в миде? Что? Под четырьмя хрипами нажал ультимейт. Ну, нормальный ультимейт. Смотри, Чвили, Чвили все равно умирает. И поседает довольно плотно, птички за ним докатаются. Здесь Бигнум, 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 Бигнум. Курок пытается сейчас поймать Бигнума. Подвигнут, видите, вот она, мега. Мои пупель на развороте просто, говорите, иди сюда, братан, конечно, умирает скорее всего, хотя, возможно, нет, но мы год живым, как кристалл-мэйш, но... Путь ли. А еще погибаете в флорку пуш? То, что надо. Гэгэй пишет стомпа, гудгейм пишут, ребята. Ну и что, самое время проверить, работает ли у нас пауза? Ну, попробуй. Ну, у меня тоже не работает, я не могу ставить паузу. Безпомощный, к сожалению, да-да-да, пауз, плиз, мне консоль даже не работает, мне ничего не работает. Ааа, ладно, ну что, турнируем таблицу, давайте обновленную посмотрим. А, Витя, ты умеешь обновлять турниру таблицу в титрах? Я могу попробовать. Давай, давай, я тебе буду сейчас учить. Смотри, это нужно заходить в мач. Это нужно в мач. Нет, нужно заходить в мач. Эдит. Эдит. То торнамент, то-то-то-то торнамент, там где 1-2-3 надо выбрать сейчас, вот там вот, не-не-не, вот здесь.